В рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» уже который год осуществляется под программой «Безопасный лифт». В Бресте полным ходом идет работа по замене лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. Выполняют работу по их монтажу, ремонту и обслуживанию сотрудники одного из крупнейших предприятий города – Брест-Лифт. На техническом обслуживании предприятия ЖРЭУ города Бреста находится 801 грузоподъемное оборудование. На ближайшую пятилетку руководством города был выставлен план – заменить в общей сумме 506 лифтов по всему областному центру. Пока со своей задачей специалисты справляются. В текущем году запланировано к замене 101 лифт, из которых 83 лифта находятся в жилых домах, находящихся на обслуживании КУБЖ города Бреста, и 18 лифтов, которые расположены в домах товарищных собственников и жилищных кооперативах. В настоящее время заменено уже 86 лифтов, и 15 лифтов, которые находятся на сегодняшний день в работе, планируются до конца года завершить и запустить их в работу. Сейчас подошла очередь замены лифтов-стричков в 17-м доме на улице Ленинградской и 34-м на Луцкой. Весь процесс по времени займет порядка одного месяца. Безусловно, пережить этот период непросто, в особенности пенсионерам, людям с инвалидностью и детьми. Но затраченное время определенно того стоит, ведь новый лифт будет обладать множеством преимуществ. Шум от них гораздо намного меньше, чем от лифтов-рылейной схемы, допустим, так скажем. Ну и вообще, по скорости движения, по скорости движения, это метр в секунду получается. Мы здесь демонтировали лифты, было 0,71 метр в секунду, то есть они быстрее передвигаются. То есть торможение у них уже за счет регулятора скорости, частотного регулятора, она довольно, понимаете, такое же плавное очень торможение практически. Быстро скорость набирает этот лифт. Ну и вообще, конечно, модернизация идет довольно солидная. Лифт нового типа отличается от устаревшей версии не только внешним видом, но и своей функциональностью. Уже сейчас лифт будет иметь электронное табло, с помощью которого люди смогут увидеть, где сейчас находится лифт, а также он будет оснащен видеонаблюдением. И вроде бы наличие камер видеонаблюдения позволяет рассчитывать на некоторую безопасность как людей в лифте, так и сохранности самого лифта. Но на этот счет жители дома думают по-разному. Никакой тут безопасности. 30 лет прожили, нету, не было этих камер и жили, и ничего, и слава богу. Я, например, против, я не знаю насчет этих камер. Она у нас в Октябрьской революции, у нас не включена камера. Уже год лифт стоит. Даже не года два. Хорошо, что лифт меня. Я хочу сказать, что у нас лифт работал хорошо и не расписан был, и слава богу, такое содержание лифта было очень даже неплохое. У всех разные взгляды. Кто-то хочет, чтобы их снимали всегда, кто-то не хочет. Для меня, как бы, пускай будет. Вот так разделились мнения людей и тут. Возможно, истина в том, что для того, чтобы продлить сохранность лифта на долгие годы, необходимо лишь добросовестное отношение к нему самих жильцов и гостей дома. И тогда никакие камеры не потребуются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...